дорогие друзья рад всех приветствовать 20 00 москве мы начинаем нашу трансляцию в ютюбе на канале фиген life сегодня у нас как мы и заявляли в гостях замечательный гость михаил светов миша приветствуем тебя да всем привет привет марка ты да значит мы заявили тему в самом общем виде назвали ее расплата за протест хотя конечно таскать мы будем говорить куда более широко по разным темам освещать и на разные вопросы отвечать просто нам бы хотелось поскольку мы так давно тебя ждали и многие мои зрители раз за разом говорили о том что ну вот что такое где михаил пора надо поговорить я говорил что михаил находится в туре он обещал вернуться из ну а все знают когда он вернулся из тура его значит за его политические занятия его начали преследовать откровенно значит это абсолютно был политический заказ ну и вот михаил занимался этими делами то сказать связи с этим политическим прижать сейчас как чуть отступила нам кажется так внешне да но сейчас они как-то немножко пришли в себя потому что поняли что никакого состава там просто быть не может мне кажется они рассчитывали рассчитывали по что может быть у них получится история как садогамова помните не был плохой женой да и она его начала оговаривать видимо они рассчитывали что у меня такие же отношения девушкой но девушку меня самые близкие добрые отношения мы поддерживать очень как бы дружескую связь и поэтому там просто ну ничего ничего нет вообще я просто прокомментирую михаил в таких делах поверь мне да агамов даже ко мне обращался когда пик был его дело значит мы тоже пытались ему помочь на ему сразу сказал что цель этого не в том чтобы его привлечь к ответстве по этим надуманным поводом а загадить запоганить ими я естественно ты любимая такая тема разумеется вот через личные отношения попытаться испортить репутацию но вот случае садога садогамовым у него была вот этот вот конфликтная ситуация лучшей женой у меня у меня самые лучшие отношения с насти поэтому у них ничего не получилось совершенно очевидно что это было политическое абсолютно дело политический заказ у них не получилось но это не значит они прекратят я как-то помню ты реагировал на какие-то инвективы в свое время еще в отношении тебя я тебе говорил этим не кончится этим не кончится обязательно продолжится но давай перейдем вот чему вот смотри да михаил у тебя прошел действительно надо признать такой замечательный тур по городам и у тебя огромное количество молодых сторонников на вот это необычно потому что мы привыкли что пользуется этим только алексей навальный ну у которого реально есть поддержка в регионах и это сказать огромное количество сторонников а тут получилось вот есть 2 такой оппозиционную политику у которого он очень востребован особенно в молодежной среде людям очень молодым да там есть по моему и школьники были и студенты и молодые и со дня на у меня там у меня разные разные базы разумеется молодая вот какие выводы ты сделал из этого большого тура по 30 городам так сказать к вот в молодой среде нам очень важна эта генерация какие там царят настроение ну самое главное это цинизм вышел из моды я об этом много говорил уже даже стал какие-то статьи люди хотят искренной политики и собственно вот внимание которое сегодня адресована ко мне но адресованы в первую очередь потому что во первых мне слова они расходятся с делами во вторых потому что я не боюсь как-то показываете какую-то свою слабую сторону показывать свою личную сторону и это привлекает ко мне внимание потому что вот эпоха такой фирменного патентованного цинизма девяностых и нулевых воспетых там значит пелевиным она уходит в прошлое молодежь этого не хочет молодежь хочет во что-то верить и то что я сейчас занимать помимо реальной политики еще и идеологической политики помогает помогает мне привлекать внимание и из тура главное главное что вынесено это разумеется что люди везде одинаковые вот знаешь и нам постоянно внушают да что москвичи какие-то особенно особенные регионалы внушают наоборот что типа москвичи оторваны от реальности наше движение там либертарианское постоянно пытались маргинализовать под идеей что вот значит может быть там в москве ваши идеи там и интересны да но страна-то страна-то живет совершенно иначе вот я поехал в этот тур в этот тур с конкретной целью показать что это не московская история это всероссийская история и я невероятно рад как у меня получилось потому что конечно тур в значительной степени взял наглостью потому что я вот еще ни разу не рассказывал у тебя такой будет эксклюзив я когда его анонсировал у меня не было организовано ни одной лекции потому что чтобы такой плотный тур организовать у меня до этого да меня всегда звали я приезжал в какие-то отдельные города там было по кластерам вать по три города чтобы 30 городов подряд сделать это можно делать только централизованно и что я сделал я сделал анонс написал что написал вот еду в 30 городов кто хочет помочь с туром типа обращайтесь и люди написали и буквально через четыре дня после анонса у меня были практически все города с организаторами практически совсем всех городах уже велась работа то есть это наглость города берет в буквальном смысле и в тур я поехал уже все было скажи мне ты считаешь этот успех с чем больше связан с твоей политической публичной работой как организатора митингов как защитника интернета защиту политзаключенных выступающих человека выступающих с открытым прямым directly что называется лозунгом относительно иллюстрации все остальное или же с твоим блогом в интернете в ютюбе потому что многие говорят это как бы вещь синергизировалась но за счет именно того что быстро развивался и интенсивно развивался его блог как видео блогера видео канала это связанные вещи это связанные вещи я на самом деле могу напомнить как я завел свой youtube канал я его завел потому что я понял что если у меня не будет своей какой-то площадки где я буду транслировать свои идеи то меня никто никогда не будет звать да мне никогда не было частью тусовочки меня никогда не звали на интервью меня на интервью не звали даже когда я уже начал делать какие-то реально большие успехи очень долго приходилось приходилось пробивать вот это вот в потолок вот и youtube я завел именно с этой целью, чтобы у меня была собственная площадка, потому что я знал, что мои идеи интересны, но мне нужно было их где-то рассказывать. Вот, так что да, это синергия, но одно не может существовать без другого, как бы политика Михаила Светова не было бы без моего ютуб-канала, потому что только через него я смог донести свои идеи. Слушай, это очень важно, потому что на самом деле многие колотятся для того, чтобы выйти к аудитории широкой, создать эту коммуникацию прямую, которая удалась тебе, ну и Навальному, конечно, она тоже удалась. Да, 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 Навальный, понятно. Да, но у Навального не предшествовал блог, все-таки, я думаю, что там как-то исторически сложилось, что он стал известен, а потом завел уже блоги разные, так сказать, в частности... Не, ну он ЖЖ, ну как-то он через ЖЖ вышел, он просто делал гораздо раньше. Ну ЖЖ, да. У него же был ЖЖ, где он вел защиту миноритарных акционеров, вот это все, это же там было. Но это другое время было, это в нулевые годы, по-другому работало. А вот видеоблог действительно стал таким инструментом. Ты считаешь, что дорога никому следующему не заказана, человек тоже пройдет твой путь, заведет блог, ну тебе уже там 4-10, ты 30 с лишним, сколько тебе лет? 34 лет. Ну это копейшиный возраст, так сказать, мне вон 48, и меня тут говорят, вам помочь через дорогу перевезти, издеваются. Да, ты понимаешь, политический возраст, он не соответствует возрасту как таковому. А он появится 20-летний, мы знаем, что такие есть. Ты считаешь, для них такой путь не заказан, завести блок, стать популярным и потом это конвертировать именно в политику общественно-значимой деятельности? Нет, я считаю, что наоборот таких, как я, должно быть гораздо больше, потому что там на плечах одного-двух человек, ну, страну просто не вывести. Да, у нас же задача, все-таки построить прекрасную Россию будущего, да, для этого там Светова и Навального недостаточно. Другое дело, что многим кажется, что делать там контент, видеоконтент как-то легко. Это на самом деле получается уединиться. Я вот даже сам наблюдаю, что на моем примере очень многие начинали, там год-полгода бились головой о стену, и у них не получалось, потому что, ну, помимо желания нужно еще и качество, нужно еще наличие вот этих идей, которые транслируешь, потому что если у тебя нет интересных идей, да, то и аудиторию ты не привлечешь, у меня не есть. Нет, это бесспорно, но то есть ты думаешь, что все-таки вот видеокартинка, вообще видеохостинги, это останется инструментом, учитывая наши авторитарные условия, условия цензуры, условия, в общем, тотального контроля информации, останется единственной возможностью коммуникации. Ну, вот такой вот непосредственно. Ну, я надеюсь, что останется, они все время пытаются даже это как-то поставить под контроль, да, вот все эти законы клишатся, возвращается сейчас, по сути, закон, который о физлицах иностранных агентах, которые сейчас стремительно проходят через Госдуму, это же возвращение, если ты помнишь, был такой закон о блогерах, где блогеры приравнивались ко СМИ. Должны были регистрироваться. Да-да-да, вот тот закон, как мы помним, был мертворожденный, за ним ничего не последовало, но сейчас они, по сути, пытаются его воскресить, потому что, ну, это как-то вообще физлица, иностранные агенты, это как они будут заставлять тебе юрлицо регистрировать. Я вот в голове это проматываю, я не до конца понимаю, но и главное, а что будет, вот я не знаю, у нас половина страны покупает товары за рубежом, а когда тебе, значит, за рубежом возвращают деньги за возвращенный какой-то товар, это ты уже иностранный агент, потому что тебе уже пришли деньги с иностранного банка, как это работает? Вот мне непонятно, но они готовятся, они хотят как-то вот это пресечь. Но YouTube – это сегодня самый важный инструмент, который у нас есть, потому что он повышает личную узнаваемость, он позволяет создавать личную репутацию и, ну, возвращает гражданскому обществу какое-то влияние на формирование повестки в стране, потому что этого не было вот последние 20 лет вообще. Понятно. Давай сейчас, знаешь, еще о чем поговорим? Это тоже очень важно. Мы еще там более развернуто поговорим о московских протестах, но вот, чтобы далеко не отойти. Вот в твоем блоге важное место, на мой взгляд, в качестве контента занимает вопрос люстрации и идеологического его, значит, продвижения и, ну, общеполитический лозунг такой, ты его, ну, выбрасываешь и так далее, делаешь это убедительнее, чем многие. Ты считаешь, что… Потому что искренне. Не, ну, это очевидно, так сказать, это понятно, что ты вот веришь. Но ты считаешь, что, так сказать, люстрация может иметь вот такую, ну, скажем, широкую поддержку, там, наряду, там, я не знаю, с отменой пенсионного возраста повышенного, да? То есть, принято считать, что социальные лозунги получают отклик. Даже борьба с коррупцией, которые там специфические лозунги, в России вообще специфические относятся к борьбе с коррупцией, да? Они просто хотят, чтобы коррупции просто не было, так сказать, но для них лично она была, чтобы она работала на них конкретно, на граждан. Вот. А люстрация – это же сугубо политическая история, да? Мы-то понимаем, люди идеологические, что с нее может многое начаться. А это абсолютное большинство относится к этому, ну, ну, какая люстрация? На самом деле, мне кажется, ты не совсем прав, потому что люстрация, вот, во-первых, этот лозунг стал резонировать, он не резонировал 10 лет назад, в эпоху, там, протестов 11-го года, да, как бы слово-то существовало, но оно было маргинальным. Я его демаргинализовал, потому что мне, во-первых, удалось объяснить, зачем это нужно, и потому что я понимаю, как с этим работать. Вот ошибка, которую, мне кажется, ты сейчас совершил, это когда ты предлагаешь люстрации, ты предлагаешь восстановить справедливость, а запрос-то на справедливость сейчас очень сильный в нашем обществе, и об этом говорят люди, которые люстрации не поддерживают, кстати. Об этом говорит и Екатерина Шульман, об этом говорит и Сергей Смирнов. Запрос на справедливость в обществе есть. А что такое запрос на справедливость? Люди не вполне, то есть они хотят справедливости, но объяснить людям, в чем удовлетворение этой справедливости заключается, это как раз задача политика. И люстрации этот запрос довольно неплохо удовлетворяет, мне кажется, потому что оно дает людям понимание, что вот зло было наказано, какие-то перемены произошли, да, дальше будет лучше. И продвигать люстрации нужно именно в этом контексте. Не только в контексте, что да, без люстрации не получится вообще ничего, но и в контексте, что, ребят, вот та сволочь, которая нам построила путинскую Россию, ну, должна заплатить хоть чем-то, да, мы не хотим рек крови, мы не хотим, значит, повторения 17-го года, но люди должны претерпеть какое-то, ну, хотя бы минимальное наказание в виде получения, ну, там, ярлыка у профнепригодности. Ведь люстрация, это же действительно не страшно, это просто профнепригодность. Совершенно разумно и логично, что человек, который, там, принял закон Димы Яковлева, бесчеловечный, живодерский закон, да, ну, профнепригоден когда-либо голосовать за какие-либо законы. Вот это, по-моему, не вызывает в гражданском обществе, в России, ну, никаких вопросов сегодня. И через это нужно объяснять люстрации, в том числе, потому что, ну, потому что это восстановление справедливости, да, хотя бы какое-то. В России не видела этого никогда. Должно произойти. Слушай, ну, я, может, олдскульный такой чувак, просто я отчасти занимаюсь тем же самым, но не так успешно, как ты, потому что мы вот создали список Путина, где собираем вот в рамках форума «Свободная Россия» вот этих лиц. Это очень тяжелая работа, очень практическая работа, их же надо как-то группировать, надо как-то классифицировать. Но нам не удается продвинуть список Путина так, особенно среди молодежи, там, и так далее, повысить к нему внимания, потому что, ну, может быть, вот такая без внешнего блеска работа, она же всегда неблагодарная такая, да, поэтому можно... Не, ну, вы создаете, вы создаете базу, которые потом будут, которые потом будут люди обращаться. Да, да сбок, да сбок, кто-то же должен это тоже делать. Я понял, хорошо, далее, вот о чем я хотел поговорить, возвращаясь как бы от люстрации, следующей достаточно важной темой твоего блога, ну и отчасти твоей политической позиции является, ну вот, скажем так, не то чтобы борьба с тусовочкой, да, а именно что снятие с него, с нее, с этой самой тусовочки, сейчас ты, пожалуйста, нам всем это объясни, бремени особой власти над умами, общественным мнением, там, выражением всего и вся. Они же выражают не только либеральный протест, но и антилиберальный, значит, соглашайство, конформизм, они за все отвечают. То есть, как так получилось, на твой взгляд, что, значит, главным мейнстримным движением является вот так пресловутая тусовочка, что это, на твой взгляд, тусовочка, кто в нее уходит и вообще с чего бы с нее надо снять вот это бремя, значит, как это, белого человека, помнишь, как у этого? Да, 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 я понял. Вот, кстати, это очень правильно, это очень правильная ассоциация, что они действительно воспринимают себя, как белые люди среди папуасов в России и считают, что им они знают как лучше. Это все началось, на самом деле, с 90-х годов, это все, мне кажется, такая травма российской интеллигенции, которая всегда дистанцировалась от остального народа, дистанцировалась от страны, смотрел на нее сверху вниз, мы помним вот все эти вещи, которые говорил Новодворская, мы помним все эти вещи, которые любил говорить, в том числе и Григорий Явлинский, продолжает их говорить сегодня, все это началось тогда и постепенно костенело, и самое, ну, на мой взгляд, вот начало конца, это был 96-й год, здесь, может быть, ты со мной не согласишься, можем об этом поспорить, 96-й год, когда прошли вот эти вот, помнишь, да, не дай бог, вот это вся, все эти газеты, черная кампания против коммунистов, опять же, я здесь не оправдываю ни в коем случае коммунистов, я их терпеть не могу, но я хочу сказать, что вот либо именно тогда была дискредитирована на свободу слова, и какая-то там группа людей восприняла себя как такими, я не знаю, хранителями, что ли, свободы слова в России, хранителями либерализма, и построили то, что Чубайс там в свое время назвал, да, как, он называл это либеральная империя, но это либеральный империализм такой был, и люди это поняли, люди, во-первых, вот я, вот когда закрывали старое НТВ в нулевых годах, это был период вот моего политического первого такого становления, мне было 14 лет там, и я за всем этим наблюдал, мне было ужасно, но мне сбрезалась еще тогда в глаза, в память такая вещь, что никто не вышел на защиту свободных СМИ, на Пушкинской площади тогда собралось 4 тысячи человек, это несерьезно, да, когда закрывали ТВ-6, было еще меньше, почему, потому что доверие было предано, потому что все претензии, которые мы сегодня предъявляем путинскому СМИ, на самом деле можно было предъявить старому НТВ, они заходили, может, с более симпатичной для кого-то позицией, да, но работа вот такая пропагандистская, она началась вестись уже тогда, вот, и так, почему, а, и тогда же возникла тусовочка, возникла группа людей, которые восприняли себя такими демиургами, вершителями, значит, судеб России, и, кстати, вот самый, наверное, самый главный ветеран это Алексей Венедиктов, такой вот он до сих пор себя таким воспринимает, да, и вот самые красочные иллюстрации этого, и эти люди воспринимают себя до сих пор как не просто демиурги, да, но как люди, которые создают и уничтожают репутации, то есть они привыкли, что человек без их покровительства не может ворваться в публичное пространство, не может заняться политикой, первым, кому такое удалось, это Алексей Навальный, который, мы помним, на самом деле точно так же пришел к своему положению в оппозиционном движении, да, через довольно сильное сопротивление, я через это сильное сопротивление иду, но интернет, интернет их монополию на потоке информации разрушил полностью, и сегодня люди появляются, ну, как бы, входят в политику, появляются в каком-то общественном движении, минуя их традиционные каналы, их, конечно, это невероятно бесит, они пытаются каких-то делать собственных креатур постоянно, но так как это все делается искусственно, они не поддерживают конкуренции с реальными политиками, типа, там, Навального, меня, там, людей, которые появляются снизу вверх, да, а не сверху вниз, вот сколько креатур было там со стороны эхо Москвы, мы в эфире, мы в эфире снова, но, ребята, у нас такое вот совершенно сегодня необычное вообще эфир, терпите, что называется, смотрите дальше, раскидайте ссылки на наш эфир, потому что, ну, другого способа снова привлечь зрителей у нас нет, мы не знаем, так сказать, сели досидели, пока вот у нас был этот перерыв, но мы продолжим, вот ты считаешь, насколько важен заказ для власти в отношении тусовочки? Тусовочка выполняет прямой заказ власти по, так сказать, контролю за протестным движением, за появлением новых политиков, это прямые отношения, которые, ну, как бы декретированы определенными установками, методичками и так далее, вот как ты это трактуешь? Нет, я думаю, все гораздо проще, просто это люди, которых полностью устраивает их положение, и на самом деле я это много вижу и за границей, и это много вижу в России, то есть людям нравится быть такой придворной фронтой, с одной стороны они вроде бы приняты как бы за рубежом везде, с другой стороны в России их не сильно прессуют, да, и наоборот даже очень же хорошо, вот там Алексей Вендиков, это же круто быть единственным главредом единственного свободного СМИ в России, да, приезжаешь на Запад и говорят, вот, значит, а я-то, значит, держу оборону здесь в России, вот у меня-то свобода слова, посмотрите, какой хорошей, какой хорошей радио, какая хорошая радиостанция у меня, да, и то же самое относится к людям вокруг этого, они получают какие-то гранты за то, что они борются, они получают там какие-то, какое-то внимание со стороны СМИ, какое-то внимание со стороны Запада, их все устраивает, им совершенно не нужно, чтобы политический ландшафт изменился, потому что если он изменится, они прекрасно понимают, что им на этом политическом ландшафте не останется места, потому что они не выдержат конкуренцию со здоровыми силами, типа того же Алексея Навального, типа либертарианцев, типа вот всего того, что появляется само, им это не нужно, им все устраивает, нужно понять, что устраивает не только людей, которые во власти находятся, но очень многих в оппозиции тоже все устраивает, им нравится быть главными оппозиционерами, такими свадебными генералами от оппозиции, и чисто личный интерес срабатывает. Ну, я просто не соглашусь, я считаю, что как раз заказ власти здесь есть, потому что даже если уж мы коснулись того же Венедиктова, работает то он за деньги Газпрома, фактически за государственные Но Венедиктов, давай Венедиктова чуть отдельно рассматривать, это конечно отдельная история Вот кого не возьмешь, Дождь сейчас принадлежит значит известной Медведевской группировке, Новая газета, Владеев Чемизов, ну и так далее, и так далее, и так далее, то есть за что бы ты ни взялся, ты везде увидишь уши власти в том или ином виде, лучше, хуже, толще, так сказать, но это все равно уши власти Нет, ты же задал конкретный вопрос, спросил, получают ли они прямые указания, я думаю нет, никаких прямых указаний нет, я думаю, что это такое молчаливое понимание, молчаливое понимание есть точно Слушай, если они общаются с властью, чем отличаются прямые указания от дружеского обмена, это одно и то же То, что хочет власть, то они и делают, они... Вот я тебе одну историю в этом смысле расскажу, давайте расскажу, я уж открою тайну, я как-то был на дне рождения, вдвоем мы сидели с Альбатс, это было по-моему, ну после гибели Бори Немцова, 15-й год по-моему это был, летом это было, у нее летом день рождения, по-моему в июне, нет, в мае, наверное, в мае, я давал интервью на Нью Таймсу, она опубликовала его по поводу дела горячего, такого по делу Борн, и она мне, значит, откровенно сказала о том, что, значит, Борис Немцов перед самой своей гибелью вообще не мог попадать толком на эхо Москвы, не мог толком попадать, почему, потому что Венедиктов говорил ему, нет, а что ты будешь говорить, ты будешь говорить про Путина, вот такие, такие вещи, нет, ты не должен об этом говорить, то есть де-факто, де-факто, значит, эти люди, ну вот тот же твой Венедиктов, ну не твой, он не мой, не, не, я имею ввиду условный, о котором ты говорил сейчас, да, он просто конкретно говорил, вот этого говорить в эфире нельзя, вот это говорить можно, и типа Немцов с боем пробивался в эфирах о Москве, и тот уступал только на определенных условиях появления его в эфире, ну ты меня прости, так сказать, я не думаю, что так уж дорог лично Венедиктову Путин, но совершенно же очевидно, что он, дрожа за свое место главного редактора, да, на седьмом десятке вот сейчас, значит, конечно же выполнял эту методичку, где ему настрого было сказано, что можно, что нельзя, и он, ну по мере, конечно, возможности, по мере возможности защищает эту позицию, исходя, естественно, ты правильно сказал, из личных интересов, не потому что ему так дорог Путин и вообще вся система, а прежде всего, потому что он в этой системе имеет, как ты правильно сказал, определенное монопольное положение, вот представь, что-то изменится, появятся тысячи эх Москвы, с кем он будет конкурировать, с нами с тобой, да нет, с таким же, эх Москвы уже очень плохо конкурирует даже с интернетом, в этом смысле там уже все плохо. Да, но просто мы говорим о том, что это конвульсивное движение, оно же поддержано системными либералами и так далее, и так далее, и это образует некую вот редут по отношению к протесту, по отношению к новым именам, к политикам независимым абсолютно, и это, конечно, так сказать, является заказом власти. Ну, опять же, каждая останется при своем мнении, я не наверху его. Значит, пойдем дальше, расскажи, пожалуйста, тогда о московских протестах вот этим летом. Я вот о чем хотел подробнее, пожалуйста, рассказать. Многие заметили некоторые изменения в твоей позиции, не критичные, но оно заключалось в том, что ты, в общем, скорее выступал с позиции бойкота прежде, а тут летом после всех протестов и то, что тебя плющили так ужасно, и других, и того же Алексея Навального, ты поддержал умное голосование. Вот, сказав, что это выход, в общем, в той ситуации, которая есть. Ну, и там кто-то с пониманием отнесся, кто-то с упреком, ну, неважно. Вот ты можешь объяснить эту позицию, почему важно было поддержать именно ее, эту позицию умного голосования, которую предложил Алексей Навальный. Здесь, на самом деле, есть очень важные нюансы. Я полностью поддерживаю умное голосование как стратегию на выборах, но мне не совсем нравится, что как к результатам умного голосования сейчас относятся ФБК, и я объясню, почему. Да, вот я это воспринимал, как, знаешь, Калигула в Сенат ввел любимую лошадь, чтобы высказать свое презрение к тому, что там происходило. Вот я воспринимал умное голосование, до сих пор его воспринимаю именно так. Вот мы протащили в Мосгордуму любимую лошадь, да, вот просто, чтобы высказать презрение. Выборы нелегитимны. И те депутаты, которые прошли по умному голосованию в Мосгордуму, они так же нелегитимны, как те, которые прошли от «Единой России», потому что смысл умного голосования был в делегитимизации выборов. Я считаю, что это был очень классный, эффективный инструмент, который впервые смог показать, во-первых, уровень протестного голосования. Он действительно оказался высоким, мне кажется, выше, чем многие предполагали. Во-вторых, это послужило триггером для огромного количества протестов на улицах Москвы и послужило поводом для того, чтобы подсветить оппозиционных политиков, там от Любови Соболь до Юлии Галяминой. Вот эта стратегия, она была выгодна именно поэтому, потому что она позволяла консолидировать протестные настроения. Мне не очень нравится, что сейчас часть, по крайней мере, фонда борьбы с коррупцией пытается, значит, создать вот этой лошади репутацию оппозиционного политика, потому что нет, оппозиционные политики в Мосгордуму не прошли, они все были удалены из бюллетеней, их не допустили до выборов. То, что попало в Думу, это не оппозиционные политики, это лошадь. Давайте мы будем именно так об этом говорить. Почему-то ФБК сейчас фокус немножко сместил, не в ту сторону, которую я одобряю, но я считаю, что ничего лучше, чем умное голосование, на этих выборах предложить было нельзя, потому что никакая другая стратегия не привела бы к тем протестам, не привела бы к тому, в общем, воодушевлению, которое, на мой взгляд, произошло. И в 21-м году, я думаю, что умное голосование, вот оно доказало свою работоспособность в Москве. В 21-м году я рассчитываю, что этот успех удастся повторить по всей стране, потому что, и, собственно, почему такая жесткая реакция власти на это сейчас, да, то есть эти обыски в штабах Навального, обыски в ФБК в Москве, почему они происходят, потому что пытаются разрушить структуру, которая сделала это возможным, но прелесть умного голосования-то оно в чем? Оно в том, что для него не нужны никакой структуры, по сути, это просто список, про который Алексей Навальный говорит, а сегодня мы голосуем так, поэтому вот эти вот судороги власти, они, конечно, будут совершенно бессмысленны, наоборот, они работают в пользу Навального сейчас, и я думаю, в 21-м году эта стратегия, она себя тоже хорошо покажет, то есть вот мое отношение к ней очень прагматично, это способ объединить гражданское общество, сейчас бойкот так общество не объединяет, потому что когда мы бойкотируем, мы не видим, сколько же нас на самом деле, потому что явка у нас, как ты знаешь, какая бы ни была, хотя один человек придет, он выберет всех, кого надо, у нас нету голоса против всех, поэтому мы не видим действительно, какое же нас количество, а когда в округе, где выдвигается нонейм, там, Алексей, Александр Соловьев, да, вдруг его выбирают, и потом не могут несколько суток найти, потому что этот кандидат, очевидно, не должен был ничего выиграть, вот это-то показывает, что о нас, в самом деле, много, а мы на самом деле можем выбирать, кого хотим, нам просто не дают этого делать, поэтому я поддерживаю умное голосование, я буду его поддерживать в 21-м году. Понятно, теперь поговорим о репрессиях, ну вот смотри, цена этого умного голосования, это тоже, надо честно сказать, это посадки людей, то есть вот добились действительно очень эффективного инструмента, работающего инструмента умного голосования, но какой ценой, все-таки репрессии обрушились, как расплата, там, и на тебя, ну там, пока тебя еще не посадили, там, и на, там, и в БК, да, значит, тоже там, кого-то там выгнали из страны, кого-то, значит, плющат и так далее, но конкретно людей посадили, вот там какой-нибудь Кирилл Жуков, который дотронулся, дозабрал, ну и так далее, ну их много, Константин Котов, их много, считаешь ли ты, что, скажем так, достаточная ли эта цена, то есть вот, ну, нужно ли было такую цену заплатить, чтобы получить вот этот результат, или, как ты говоришь, что инструмент, вот Навальный говорит на результате в виде оппозиционеров, там, коммунистов в Думе, или же это, вот как ты скажешь об этом? Нет, категорически против того, чтобы рассматривать людей как инструмент, и я категорически против того, чтобы лишать их субъектности, люди, это самостоятельные граждане, которые самостоятельно берут на себя какие-то риски, да, то же самое говорили мне, вот меня год назад посадили в Петербурге первый раз, я 10 суток отсидел тогда, понятно, что это несравнимо с уголовными делами, и ни в коем случае знак равенства не провожу, да, но меня первый раз посадили, кстати, был шквал, значит, сообщений, вот, Светов-то сел, значит, а Навальный на свободе, да, никак, как ему не стыдно, нет, я сел за свою гражданскую позицию, меня не Навальный посадил, меня Путин посадил, да, меня посадил, значит, губернатор Петербурга, Навальный здесь не при чем, и люди, которые, к сожалению, сегодня попали под каток репрессий, да, это каток репрессий, путинский, да, Собянинский каток репрессий, Навальный к этому не имеет никакого отношения, это люди Борются за свою свободу, за свои гражданские права, и государство их за это наказывает, хочет обратно закрепостить. Относиться к этому нужно так. Нет, если ты поговоришь с тем же самым Котовым, и, кстати, вот этот разговор продолжается, на самом деле, еще с посадок нацболов в середине нулевых годов. Вот эти вот известные дебаты Гудкова и Лимонова, где Гудков ему то же самое предъявляет, что вот, значит, вы на свободе, а его потом, кстати, тоже посадили, Лимонов на свободе, а Лимоновцы сидят. Нет, не нужно этих людей лишать субъектности. Вот у меня на эфирах был, господи боже мой, у меня на эфире был Дадин, например, который тоже сидел, как-то помню. Да, он тоже сидел за себя, я его приглашаю на эфир, он не чувствует никакое, что его там кто-то подставил. Нет, он говорит, что это меня власть посадила, да, я сидел за свое будущее, за свою страну. И Котов, если ты с ним поговоришь, и Кирилл Жуков, и Егор Жуков, и все-все-все, кто сейчас сидят по московскому делу, это люди, которых посадила власть, которые, ну, либо просто откровенно, ну, во-первых, которые невиновны, во-вторых, ну, которые страдают за свою гражданскую позицию, не за гражданскую позицию Навального, а за свою собственную. И не нужно им в этом отказывать, не нужно их превращать в инструмент. Это не инструмент, это люди умные, отважные, смелые. Ну, да, не в том речь, это не какой-то упрек, что их Навальный посадил, или там Светов посадил, нет, не об этом речь вообще. Естественно, это пропаганда разматывает эту историю, там, вот, помнишь, были такие Сирукановы какие-то еще, ну, просто чистые жучки, да, которых специально, ну, понимаешь, что это агентура, которых заводили к Навальному, я думаю, что вокруг Навального немало инфильтрата, это надо говорить, еще будут такие случаи. Да, естественно, это обычная, обыкновенная история, а чем, собственно, должны органы заниматься, они этим и занимаются. Здесь, скорее, другое, ведь, начиная любую компанию, ну, всегда нужно, так сказать, прикидывать, сколько посадят, как это будет использовано и так далее. Скорее речь об этом, о какой-то тактике, о каком-то понимании того, что у всего есть цена. И, грубо говоря, если уж мы такую цену платим, то надо ставить планку выше, да, то есть, если уж садиться, то, ну, давайте как-то добьемся чего-то большего, а не просто депутат в Мосгордуме. Скорее об этом речь, понимаешь? Что, что... Ну, любой протест, любой протест должен соразмерять свои... Что он может себе позволить? Сейчас протест в России пока недостаточно людный для того, чтобы позволять себе что-то большее, чем вот то, что было сегодня в Москве. То есть, я вот на своих лекциях часто рассказываю, что есть два типа предательства. Один тип предательства – это то, что произошло в 2011 году, когда за тобой стоит, значит, 100 тысяч человек, а ты ведешь себя так, как будто за тобой стоит, там, тысяча человек. Вот это то, что сделали в 2011 году, значит, лидеры протеста, там, Гуков, Собчак и прочее, да, они перенесли митинг, они передали инициативу, которая вдруг оказалась в руках гражданского общества, обратно власти. Но есть и другой тип предательства – это то, что сделал Мальцев в 2017 году, это когда за ним стоит миллион, а он ведет так себя, как будто за ним стоит миллион. И вот тогда-то он просто реально подставляет самых отважных, самых активных людей, которые абсолютно необходимы гражданскому обществу, абсолютно в пусту их натравливает, абсолютно в пусту их подстрекает на то, чтобы просто сесть. И всегда нужно держать это в голове и выступать с, ну, собственно, выступать соразмерно тем силам, которые у тебя есть. Поэтому, я думаю, в 2011 году прошло, прошу прощения, в этом году все прошло так, как могло пройти. Мне не кажется, что можно было достигнуть чего-то большее, просто потому что людей-то было на улице. Сколько на пике? 60 тысяч человек? Ну, 60 тысяч человек – это мало. 60 тысяч – это очень мало, и с таким, так сказать, набором количественным, конечно, очень сложно ставить какие-то сверхамбициозные задачи. Вот. Но, 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 все-таки итог протеста. Ты считаешь, что сейчас мы переживаем какую фазу, так сказать? Потому что мы это уже переживали в 2012 году, там, потом в последующий год, 2013-2014. То есть спад протеста, акматическая какая-то фаза, как бы ты ее определил в принципе? Мне не кажется, что сейчас идет спад протеста, мне кажется, наоборот, он идет на рост. То есть сейчас временная такая стагнация наступила, потому что закончился выборный цикл, новый цикл еще не начался, но он начнется вот-вот, а на самом деле уже следующим летом, начнется даже весной, мне кажется. И потенциал, на мой взгляд, неплохой, потому что, во-первых, люди не запуганы. Это очень важно. Да, вот власть применила все свои репрессии, но добиться эффекта, который был достигнут в 2011 году, когда завели болотное дело, когда посадили болотников, чуть кучу людей выдавили из страны, да, тогда гражданское общество было парализовано страхом. Вот сейчас абсолютно не так. Ты в какой город не приезжаешь, есть злость. Пока есть непонимание, что делать, но злость, она очень сильно выросла и даст ход, как только для этого будет какой-то повод. А повод, он обязательно возникнет в ближайшее время. Поэтому нет, я считаю, что никакого спада нет. Мне кажется, все идет как раз в гору, так сказать. И в 2011 году мы плоды этого увидим прям вот очень явно. В 2021 ты имеешь в виду? В 2021, да. Я имею в виду, когда будут выборы. Я понял. Хорошо. Теперь следующий вопрос. Считаешь ли ты, а эта идея обсуждается, что нужно каким-то образом агрегировать силы протеста, в дальнейшем их объединять, объединять, создавать какой-то орган типа КС оппозиции. Конечно, без того бэкграунда, без того опыта, который он нес с собой. Но попытаться объединить. И прежде всего объединение должно быть не политических лидеров, а прежде всего регионов и Москвы. Значит, новых протестных сил по всей стране. Попытаться втянуть в протест за счет создания такого большого органа какие-то, скажем, социальные группы, которые протестуют, там, хоть ШИЭС и так далее. То есть возникла ли потребность в концентрации объединения в нечто единое большое или нет в этом потребности? Смотри, я вот не знаю, может быть тебе понравится мой ответ, может быть нет. Уже с одной стороны, разумеется, единение сил нужно, но с другой стороны, в авторитарном обществе, типа путинского, мне кажется, подобная концентрация сил возможна только под личную репутацию. Это, кстати, в частности то, за что Навального ругаются, говорят, что вот Навальный авторитарный лидер. Нет, Навальный оппозиционный лидер, который в авторитарной стране работает. И в этой авторитарной стране единственный эффективный способ агрегации какой-то политического влияния это собственная репутация. Это, кстати, то же самое, на что я личную собственную репутацию. Потому что, когда у тебя есть собственная репутация, ты можешь потом выкатить список и получить умное голосование. И не зависеть, вот власть может в тюрьму посадить его, а умное голосование все равно случится. И более того, если она его посадит сейчас, то оно будет еще эффективнее, потому что у него будет образ мученика, все будет понятно. А он прямо из тюрьмы этот список опубликует. Поэтому вот на это нужно работать. Это то, на что работаю я. В частности, мы начали наш разговор с люстрацией. Люстрация ассоциируется со мной очень плотно, и это здорово, потому что когда придет момент, чтобы это не случилось, как на Украине произошло, где за люстрацией выдали какую-то просто издевательскую совершенно реформу, где наказывали вторых помощников районных судей. А, собственно, вот эта верхушка, с ней ничего не произошло. Ассоциация люстрации с моим именем выгодна тем же самым, чтобы в нужный момент общество будет смотреть в мою сторону для подтверждения, случились люстрации или не случились. Является ли то, что сейчас происходит с люстрацией. И вот на это нужно объединять разные силы под собой. Если говорить про ШИС, то, что ты сказал, говорить там про всякие социальные группы, во-первых, Навальный это сейчас делает, у него есть такие профсоюзы, да, профсоюз там врачей, альянс врачей, профсоюз учителей, это, кстати, очень, мне кажется, это второй большой проект, который у него выставят. И происходит объединение локальных протестов в общей, но тоже под чью-то репутацию. Если ты посмотришь, кстати, что в ШИСе происходит, то там лидеры Либертарианской партии организуют протест. Сарапулов такой, это секретарь Архангельского, господи, член Архангельского отделения, один из лидеров протестов в ШИСе. И ты будешь смотреть так на регионы, ты будешь обращать мнение, о, опять Либертарианская партия, о, опять Либертарианская партия. И все это под репутацию идет. То есть, мне кажется, важнее сейчас работать на репутацию, в том числе потому, что, на самом деле, договариваться по-хорошему в России практически местным. То есть, людей, которые могут предложить какую-то новую консолидированную силу за собой, не так уж много в России. Кто это? Вот Навальный, это я, может быть, какую-то там силу за собой, даже не знаю, кого еще, ну, яблоко там, наверное, кого-то представляет. А больше и больше нет. Не с кем договариваться, буквально. То есть, нету человека, который представлял бы какую-то более-менее большую группу людей. И нужно, чтобы эти люди появлялись. И я, кстати, на своем канале часто зову людей, может быть, еще недостаточно известных, но которые мне кажутся порядочными, даже если я с ними не согласен, но искренними. Да, вот даже, давай такое слово использовать. Искренними. Для того, чтобы подсветить, чтобы помочь им встать на ноги, потому что еще раз обращаю внимание, там, на мне и Навальном прекрасную Россию будущее не построить. Да, тут нужно больше людей. Я просто по этому поводу свое соображение выскажу. Вот, если ты видел, часто бывало так, ну, во всяком случае, пока, так сказать, протест ассоциировался с Навальным, вот Навального сажают, и люди не знают на улице, что делать. Мы вот много раз такое наблюдали. То есть, да, улица с Навальным, это одна улица, это один протест. Улица без Навального, а ты видел, что они через объективное обменение превентивно, Навального, значит, забирают, значит, на сутки, и без него люди начинают метаться. Вот они начинают метаться. Да, но Навальный, ты сам это понял. Посмотри, он же постепенно воспитал вокруг себя, пока еще узкую, но новую группу людей, которая смогла выполнять ту функцию, которую раньше выполнял только он. Вот был момент, сидел я, сидел Навальный, а любовь Соболь-то как сжалась потрясающая. Вообще не было, ну, то есть, она как бы была, работала в фонде борьбы с коррупцией, да, но она не была видна как публичный политик, а как она засверкала в этой истории, да. Во-первых, у нее была отвага, она брала на себя какие-то очень серьезные личные, да, и тем самым смогла повести за собой людей. И Навальный это понимает, он воспитывает этих людей. Это очень круто. Это то, что я хотел бы, чтобы делали все, то, что я пытаюсь делать. Смотри, мы поговорили сейчас и о перспективах объединения. Услышали твою точку зрения о том, насколько такая перспектива реальна или нереальна. Мне представляется важным и вот еще какой аспект с тобой обсудить для общего понимания. Что ты думаешь в целом о эмиграции? О эмиграции. Вот ты недавно вернулся из Берлина, где участвовал в конференции проводимый Михаил Ходорковским. Ты побывал на форуме Свободной России вот этим летом. Более или менее не так активно, но все-таки ты общаешься с эмигрантской средой. Тем более, что в основном политическая эмиграция вынужденная. Ты какой видишь перспективу эмиграции? Ее роль в политическом протесте? Почему я спрашиваю? Потому что, Михаил, не дай бог, конечно, но и тебя, и любого другого могут вытолкнуть за пределы России. Вот мы сейчас в Москве, хотя мы видим, как у нас идет трансляция, но они могут довести дело до того, чтобы тебя поставить перед выбором. Тюрьма или отъезд. Понимаешь? Вот в контексте этого можно ли работать русской эмиграцией, политической эмиграцией на протест в России? Вот что ты вообще об этом думаешь? Ну, у меня на самом деле сложные отношения с русской эмиграцией. Во-первых, потому что она разная. И нужно понимать, да, что нет никакой монолитной. Даже если говорить про эти конференции, то конференция в Вильнюсе и конференция в Берлине отличаются очень... Там очень разный контингент, я бы даже сказал, практически не пересекающийся. Мне кажется... Может быть, ты со мной не согласишься, я не знаю. Мне кажется, за границей тоже есть вот эта значительная группа людей, которых все устраивает, на самом деле. Во-первых, огромное количество людей, мы знаем, приходит в политику для того, чтобы уехать за границу. Это не секрет Палешенеля. Я здесь открываю. У открытки таких историй очень много, что люди приходят в открытку и быстренько подать дело потом в мигрену. И про политику забывают, как про страшный сон, либо продолжают на них как-то конъюнктурно зарабатывать. Поэтому нет никакой монолитной эмиграции. Разумеется, кто-то, какое-то количество людей находится в вынужденной эмиграции, хотел обработать на благо России, и с этими людьми нужно разговаривать, нужно сотрудничать. Но за границей есть огромное количество людей. Я, кстати, это очень не приветствую. Людей обозленных, которые, будучи выдавлены из страны, начинают копить ненависть к самой этой стране и к людям ее населяющим. И вот это абсолютно тлетворное, ядовитое такое отношение, которое съедает людей изнутри. И это прямо видно, что они начинают желать зла России. Невозможно рассчитывать на политическое представительство в стране, которую ты ненавидишь. Многие учатся ненавидеть Россию, и это мне не симпатично. Я это сильно ругаю. Если ты помнишь, у меня даже, когда я был в Вильнюсе, был твит об этом, что когда, значит, какие-то там вещи говорили, говорил, мне там даже начали угрожать какие-то местные товарищи. Вот. Поэтому с эмиграцией все сложно. Эмиграция разная, она неоднородная. С кем-то работать можно, кто-то там уже немножко от реальности оторвался, к сожалению. Понятно. Но в целом, ты знаешь, в русской политической традиции эмиграции никогда не имела успеха, кроме Ленина. Там от Герцена до Агарева, до меньшевиков. Ну, типа их предшественников. Нет, но Герцена в некотором смысле тоже имела успех, потому что он все-таки разбудил, значит, Герцена разбудить. Ну, его колокол и так далее не так, чтобы уж был особо успешен. Не он дал, так сказать, какие-то основные мотивы. Да, он как-то идеологически может быть предшествовало народовольчеству. В дальнейшем там из народовольств появились СССР, между прочим, и так далее. Но все-таки сама по себе судьба русских политических эмигрантов, она никогда не была успешной. Просто Ленин был особым эмигрантом. Ленин не был в обычном смысле эмигрантом. Он был действительно фанатиком-революционером, для которого физическое местоположение играло мало роли. И его особый цинизм, и деньги немцев, которые он получил, они как бы преодолевали все эти проблемы, потому что он вне рамок русской политической традиции работал, вот так скажем. Да, но потому что он занимался идеологической политикой. А у нас очень мало политиков, которые обладают какой-либо идеологией внятной. Поэтому в этом смысле доставаться за границей, конечно, сложнее. Если бы они занимались идеологической политикой, им было проще. Поэтому я... Снова, без каких-то конкретных персоналей говорить об этом сложно, на мой взгляд, потому что неоднородная эмиграция. И в целом, по-моему, в эмигрантских кругах не очень здоровая атмосфера царит, честное слово. Во-первых, они варятся в собственном соку, они перестают интересоваться, что происходит в России по-настоящему. И перестают понимать, что здесь происходит. Это относится в том числе к огромному количеству людей, которых я там уважаю, с которыми мне было бы неинтересно разговаривать, с которыми мне интересно слушать. Но я вижу, да, что они заморозились. Вот их изгнали из страны, они прям заморозились в этом состоянии. Не очень хорошее состояние, к сожалению. Просто не хочу никого обидеть по этому имену. Понимаю. Да, не обязательно персональный, главное общее понимание. Скажи, пожалуйста, вот последний съезд либертарианской партии прошел. Я так понимаю, что ты не вошел сам сознательно, не захотел в руководство, какой-то руководящий орган. Это имеет какие-то причины? Или это просто, ну, новое качество? Или ты по-другому видишь свою роль? Как это? Я участвовал в выборах, я на этих выборах победил и после победы снял с себя полномочия члена Федерального комитета, потому что у нас, благодаря моей работе, прошла... У нас был очень плохой устав до этого, до сих пор не очень хороший устав, и там была перенесена, в общем, поправка Путина, Путина-Медведева, где было написано, что руководящей должности можно занимать два срока подряд. И, соответственно, бесконечное количество времени. Вот я, благодаря моей работе, была принята поправка, которая в сумме изменила, словно подряд, на в сумме, и у меня был бы второй срок, последний срок в Федеральном комитете, и я поэтому решил, что я с большей пользой его проведу где-нибудь в будущем, потому что сейчас мне удалось в Федеральный комитет провести команду людей, схожих со мной взглядов, схожей со мной этики рабочей, и я подумал, что на них оставить партию сейчас совершенно не страшно, и решил сам в Федеральный комитет не входить. У меня это решение было принято сильно заранее, я знал, что при определенном раскладе я себя полномочия сниму, и я их снял. Так что там никаких пертурбаций, на самом деле, не произошло, это со стороны выглядело странно, но изнутри это совершенно логичный поступок был. Смотри, а почему об этом спрашиваю? Ведь принято считать, принято считать, что удачный политический лидер в России, оппозиционный лидер, протестный лидер, он всегда должен иметь первую должность, первую позицию. У меня первой должности никогда не было. Да, я об этом и говорю, что там, не важно, Навальный, кто бы то ни было, то есть это всегда представитель партии, лидер какого-то движения, ну или, так сказать, пусть и неформальный, но лидер какой-то группы людей, где он имеет дискреционные полномочия, он руководит, он управляет, формальный или неформальный, это второй вопрос, но все-таки он имеет статус лидера, полномочный статус, неважно, избрали его, назначили, но неважно. А в данном случае, может быть, это особенности либертарианцев, так сказать, либертарианской партии в России, либо твоего позиционирования особенного какого-то, ты, собственно говоря, никаких формальных, получается, должностей, таких, руководящих, ты, в общем-то, никогда и не имел толком. Нет, но я состоял в главном руководящем органе федеральном, и я в него вернусь. Ну, это коллегиальный орган, но я имел первым лицом, там, председатель либертарианской партии, там, вождь либертарианской партии, вот ты таким не был. Ты считаешь, что, ну, это некое новое веяние, это какое-то новое позиционирование, то есть, не нужно никаких иметь формальных должностей, чтобы являться реальным лидером. Вот так? В некотором смысле это просто мое положение силы. Если бы я был послабее, я, конечно, бы нуждался в каких-то формальных регалиях, но сейчас по факту лидером там либертарианцев России являюсь я. Нравится, не нравится, но это просто как бы так сложилось. Поэтому я уже нахожусь в значительном положении силы, плюс у меня есть огромное количество, нужно понимать, что такое членство в федеральном комитете. Членство в федеральном комитете либертарианской партии, это, в общем, такая хозяйственная должность. Это должность, входит вовнутрь. У меня, ну, моя самая сильная черта, это то, что я умею работать вовне, и у меня есть огромное количество проектов, которые я хочу реализовать в ближайшие месяцы, потому что к 21 году нужно готовиться, и просто я не хочу отвлекаться сейчас на партию, в том числе в работе общеполитической. То есть, жди от меня много чего интересного в ближайшие месяцы. У меня прям целый план, и, в общем, и будут и регалии, и все, что хочешь, если это необходимо. Вот. Но сейчас просто кто-то меня оботвлекал. Ну, смотри, ты действительно строишь ли ты планы там по участию в выборах в Государственную Думу, например? Я не хочу раньше времени это говорить, потому что раньше времени начнется какая-то... Да, я понял, да. Не, я просто имею в виду, что может ли появиться некая вот и такого рода сторона формальная, так сказать, где умное голосование может поработать. Ну, неважно, оставим это на будущее, и мы еще об этом сможем поговорить. Скажи мне, но внутри либертарианской партии, скажем так, твоя особая позиция, вот ты сказал, по факту, я лидер движения этого большого либертарианского движения. Ну, не движения, но либертарианства. Ну, либертарианство там и так далее. А вот внутри, ведь это большой съезд был на тысячу человек или что-то такое, я вот видел. Ну, не на тысячу, но большой большой съезд, да, 44 регионов. А есть те, кто, ну, скан, твои позиции не принимают, считают по-другому. Ну, почему, я объясню, я спрашиваю, потому что, ну, классическое либертарианство, вообще говоря, во всем мире принято называть сектой, да, потому что либертарианцы нигде не имеют ведущих позиций. Ну, хоть ты в Америку возьми, это лучше даже знаешь. Ну, в Украине эти себя называли либертарианцами, слуга народа. Да, да, да. То есть даже они передумали, а уж казалось бы, эти-то уж могли бы до упора, значит, себя так позиционировать. Ну, условно говоря, например, выступление за снижение пенсионного возраста в русских условиях, это нормально, либертарианцы. Приносим свои извинения и вам, приносим Михаилу извинения. Мы будем разбираться, так сказать, с технической стороной. Но поскольку сейчас трансляция возобновлена, мы можем, находясь в эфире, еще поговорить о нескольких вещах и, ну, в общем, завершить нашу программу, потому что, ну, там по сумме сложится около часа. Нахождение в эфире дает нам возможность подготовить отличный материал, который вот будет состоять из наших, из нашей беседы с Михаилом. Ну, смотри, Михаил, ближе к концу вот правильный вопрос бы прозвучал так. Какой ты видишь перспективу в принципе власти, о чем мы еще не поговорили? То есть, условно говоря, считаешь ли ты, что Путин будет ее пролонгировать? Каким он это будет делать? Образом, там, не знаю, менять конституцию и так далее? И может ли это стать точкой бифуркации? Вот именно то, что Путин не уйдет от власти, может ли стать причиной для новых протестов и, собственно, успешных протестов? Ну, причины, разумеется, успешных, это зависит от того, в каком состоянии будет находиться гражданское общество, уйдет ли он от власти. Ну, это на самом деле, я не хочу сейчас просто брать на себя функцию гадалки, потому что у нас, ты знаешь, даже на власти такой черный ящик, мы не знаем, что там происходит и все эти гадания, они к реальности очень редко имеют какое-то отношение. Но я вижу, что общество изменилось, поэтому шансы общества повышаются с каждым разом. Для того, чтобы они были действительно реальными, нужно не прекращать работать, нужно, чтобы, нужно перестать искать врагов внутри, давай переформулируем, нужно перестать выяснять какие-то идеологические разногласия между собой, сначала добиться равного игрового поля, то есть добиться честных выборов, добиться свободы слова. Меня вот часто спрашивают, почему вы сотрудничаете с Навальным, он же левак. Конечно, Навальный левак, но ни одного сомнения не испытываю на этот счет, но сейчас ни его мировоззрение, ни мое мировоззрение не влияет на будущее России. Сейчас все находится под Путиным, и Путин за всех решает, как будет развиваться страна. Вот для того, чтобы наши разногласия с Алексеем какой-то эффект имели, нужно сначала построить, добиться того, чтобы в стране появилась свобода слова, появились честные выборы. Там-то мы будем с ним конкурировать. Сейчас выяснять отношения идеологически смысла не имеет никакого, потому что ни я, ни Алексей не задаем политическую повестку. Мы задаем гражданскую повестку, но не политическую повестку сейчас. И нужно бороться вместе. Поэтому поссорить меня с Навальным вряд ли получится. У меня периодически сейчас Алексей Венедик запускает такие вещи, что вот, значит, Навальному готовят смену, вот это, значит, Светов вообще. Нет, меня поссорить с Навальным невозможно, по-моему, сейчас. Просто потому, что я очень хорошо понимаю, и он, мне кажется, очень хорошо понимает, что у нас тактический союз взаимовыгодный. И он будет взаимовыгодным до победного конца. Но да, в этом нет сомнений. Другой вопрос, что смотри, вот у тебя сложные отношения с этой тусовочкой, ну мы уж опять возвращаемся, а у Алексея-то все-таки он как-то более спокойно относится и к тусовочке, и к Венедиктовым, и так далее. Он-то как раз принимает возможные любые ништяки, которые можно от них получить. Он от них не отказывается, в отличие от тебя. Да, у тебя более сложная, так сказать, структура отношений с этими людьми. Вот в этом вы различаетесь, и возможно, в это и пытаются вбить Клин, хотя это очень смешно. С уровня Навального исходить из того, кто его там подсидит, это очень смешно. То есть это насколько смешно, только пенсионерская голова, значит, Венедиктова может родить подобного рода конструкции. Не более того. Ну, я на самом деле не согласен. Я согласен, что Навальный берет всякие ништяки, когда ему они попадают, но в это нормальная политика. Я бы на его месте делал на самом деле то же самое. Но он не идет на компромиссы. То есть мы видим, что он, ну как, он не оправдывает этих людей. Он к ним находится в жесткой оппозиции. Собственно, Навальный-то в конфликте с журналистами находился раньше, чем я попал вообще в публичное пространство. И его там позиции по эху и по дождю и прочее, она как раз очень совпадает с моей. И мне кажется, это одна из причин, почему мы с ним вообще нашли общий язык такой. Потому что мы оба такие, как бы это выразиться, ну в общем, ну мы оба внешние игроки. Мы оба, в общем, поднялись благодаря себе. Понятно, что он гораздо больше, чем я, но он не был ничьей креатуры, он не вышел ни из какого кабинета Кремля и всегда, или там администрации президента и всегда с презрением относился к людям, которые свою репутацию и положение получили благодаря этому. Это вот нас объединяет на человеческом уровне. Мне кажется, между нами довольно много общего из-за этого. Ну да, это уличная интернет-политика. Источник такой симбиоз уличной интернет-политики. Бесспорно, Навальный self-made man, там никто не спорит. Просто он все-таки повторяя эти ништяки принимает. И даже вот эти упреки Навальному, что, что это его не сажают, ну понятно, что, так сказать, они раздаются с разных сторон или там, что это его там два раза условно осуждали, три точнее, и ни разу не посадили. Ну потому что идет игра со стороны Кремля Навальный отмечает с игрой такой же, вот и все. Здесь есть на самом деле очень важный момент. История не знает случаев, ну вот кроме Ленина, да, когда политический эмигрант стал бы президентом. Зато история знает очень много случаев, когда человек из-за тюремной камеры выходил президентом, выходил лидером. Да, это там Нельсон Манделла, это тебе и Ганди, это тебе любой вообще. У вас Ленина, вот нам ближе. Да, да, сколько таких примеров было, и Путин, и там его окружение, они в этом смысле довольно неплохо понимают, они понимают, что таким образом человеку можно сделать огромную репутацию, вот, поэтому Навального не сажают, чтобы не сделать из него мученика, героя окончательства. Это точно абсолютно, да, конечно. Потому что из тюремной камеры выйти лидером, вот, реально очень легко. И Навальный в этом смысле в выгодном положении. Я бы даже добавил, они считают, что Навального можно либо посадить, либо убить, убить это страшновато, потому что, а бог его знает, чем это кончится, они начнут из них песок сыпется и в это место, откуда он сыпется, могут потом вставить. А посадить его, действительно, надо, чтобы он хорошо сидел. А хорошо сидел это как? Значит, ну и так далее. Это не про Навального. Навальный уже показал, что он не боится прессинга, он уже показал, что он достойно держится в ситуациях, когда вот он оказывается за решеткой. Поэтому ждать от него, что он просто исчезнет из публичного пространства, просто потому что его посадили, нет. Он, скорее, еще более заметен станет оттуда. Ну да, это очень логичное объяснение. Они просто сами не желают его капитализировать. Ну хорошо, действительно, Михаил, у нас был вообще-то в принципе замечательный эфир, если бы не все вот эти проблемы. Эфир был очень хороший, и, конечно, мы постараемся его сделать еще лучше с точки зрения того, чтобы преодолеть вот то, что у нас было несколько трансляций, соединить их воедино, и попытаться максимально, так сказать, попросить зрителей размотать этот эфир, расшарить его для того, чтобы его многие посмотрели. Он будет абсолютно хороший, так сказать, с точки зрения картинки и звука. Мы уберем все вот эти паузы, которые были. Спасибо тебе огромное. Мы, конечно, берем с тебя слово, что ты через какое-то время с нами, когда вот ты сам сказал, так сказать, какие-то публичные новые инициативы выдвинешь, еще раз поговоришь, мы гарантируем, что мы сделаем хороший эфир, и попытаемся, может быть, студийную запись сделать, может, ты найдешь время, но потому что, чтобы не рисковать таким прямым эфиром, просто наша идея стояла в том, что когда мы говорим в прямом эфире, понимаешь, мы снимаем всякие цензурные, там, не знаю, там, даже, там, любые способы цензурирования человека, мы даем возможность высказать все, что он считает нужным, прямо в прямом эфире. Нам показалось, что это главный наш ценност, но, видимо, нам в этом как-то объективно мешает, так что еще раз извини, что так получилось. Спасибо всем, спасибо друзьям, пожалуйста, подождите чуть-чуть, мы сейчас уберем воедино в течение часа и, пожалуйста, распространите наш эфир в ссылке на него везде, где только можете. Спасибо, Миша, всем пока. Всем пока.